Всем доброе утро! Ребят, ну а традиционно попрошу вас подписаться на этот канал перед началом видео, чтобы быть в курсе всех выпускаемых видео. Если я увижу активность в подписках на этот канал, я буду выпускать видео чаще. Это дает, так скажем, стимул выпускать новые видео, так как никакой монетизации на YouTube нет. И чтобы тратить свое время на выпуск, монтаж, мне необходимо видеть вашу активность, вашу заинтересованность в выпусках данных видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, переходите на телеграм-канал, в котором я выкладываю все оперативные новости в течение дня, которые могут влиять на фондовую биржу. А также все иные новости, которые очень даже интересны. Думаю, мои подписчики это уже оценили. Также подписывайтесь на Яндекс.Зен и на иные альтернативные сети, чтобы в случае блокировки YouTube мы были с вами на связи. Ну а мы продолжаем. Вчера мы наблюдали с вами такой необычный откуп, слив, как ожидалось после разворотной свечи на Индексах в пятницу. Хотели реализовать данный разворот, но каким-то необычайным образом нас откупили. Мы это видели как по РТСу, ну и соответственно по индексам МВМВБ, РТС и собственно по самим бумагам. В частности я наблюдал это по Газпрому и Сбербанку. Пошел такой с открытия сначала гэп вверх, ну а потом пошел слив. Объемы кстати на открытие вылезли довольно большие, тем самым начали продавать. Возможно крупняк встал в шорт, потому что физики насколько я знаю сейчас в шорт вставать не могут. У них нет такой, так скажем, возможности открывать короткие позиции по бумагам. И мы глядя на Индекс РТС допустим, видим что у нас откупили. Но, что меня смущает, мы не обновили пятничную свечу разворотную. Говорить о том, что разворот у нас слив отменяется пока наверное рано. Нужно будет смотреть на сегодняшний день. Возможно сегодня будет вот такой сценарий. Вполне вероятно. Потому что вчера, на мой взгляд, сам откуп и дальнейший рост, ну как рост, по некоторым бумагам, в частности по Газпрому, роста не было. То есть загнали на тот уровень, о котором я все это время говорил, 250. Снова на его загнали. И, если мы с вами посмотрим, тянулась такая вот полосочка весь день. Либо здесь, так как у нас зона продаж, кто-то не успел скинуть свои позиции, которые набирал здесь, здесь. И поэтому затянули опять вверх на 250 и начали потихонечку раздавать. Но покупателей, как мы видим, нет. У нас тянется вот такая вот полосочка. Но и продавать дешевле не хотят. Потому что кто-то покупал вот здесь. Я имею ввиду, что покупали крупные игроки. Так вот. Совершенно двойственная для меня история. Совершенно непонятная история. У нас здесь вот опять какой-то крест нарисовался. Это говорит о чем? О том, что с одной стороны у нас есть хвост покупок. Выкуп вот этот. С другой стороны у нас все так же хвост продаж сверху. Из зоны продаж. И опять же нужно следить. То есть здесь по Газпрома снова у нас неопределенность. Говорить о том, что мы закрепились на уровне 250. Я бы так не говорил. Потому что у нас видим, мы видим как в легкую проходит слив с этого уровня. Его пробивают просто на ура. Торговать здесь в лонг и ставить стоп под 250 мы видим чем это оборачивается. То есть сделки здесь в лонг рискованы. На мой взгляд, на мой взгляд опять же. Я не говорю, что там не нужно то скажем да торговать. Каждый решает сам за себя. Я здесь в зоне продаж в лонг точно брать не буду. Мой интерес в Газпроме. Мой интерес это ниже 200. Район 180-190. Для того, чтобы брать в лонг. Выше я, во-первых, сейчас потенциала не вижу. Ввиду тех событий, которые у нас происходят. Это отказ некоторых стран балтийских от газа. Хотя поставки в эти страны занимают небольшую долю. Но, собственно, пока не решен вопрос и с оплатой за рубли со стороны других стран. И Франция в том числе уже говорит о том, что нужно отказываться от газа. Германия опять хочет национализировать дочки Газпрома немецкие. То есть такая вот междоусобица ходит вокруг да около. Что, собственно, непонятно. По поводу дивидендов вполне вероятно, что компании с госучастием выплатят дивиденды. Но в небольшом объеме. В урезанном объеме. В том объеме, в котором, так скажем, все раскатывали губу, так скажем. Я думаю, не оплатят. Но и совсем отменить было бы как-то, наверное, по отношению, так скажем, и к государству. В части получения дохода от компании с госучастием в виде дивидендов было бы неправильно. Ну и по отношению, наверное, к своим, так скажем, акционерам. В частности, много физических лиц. Тоже самое России. У нас сидит в Газпроме. Поэтому будем с моей стороны только наблюдать. Здесь чисто спекулятивно, рискованно. Я не буду здесь не проведить никакие сделки. Для меня это неинтересно. Риск и профит здесь, соответственно, очень сильно не соответствуют друг другу. Профит, возможно, небольшой, а риск, сами видите. Риск и профит не соответствуют тому, чтобы рисковать здесь. Поэтому видим у меня пока что то же самое. Будем смотреть сегодня, как поведет себя Газпром. Пока что мы видим режим ожидания. По Сбербанку. По Сбербанку у нас вчера довольно неплохой рост был. Я говорил о том, что у меня есть инвестиционная позиция, которую я набирал здесь. Я ее буду держать вот до этого ГЭПа. В район 208. Спекулятивные сделки я проводил вот в этом районе. Здесь свыше 150 я проводить сделки пока что не буду. Для меня рост пока непонятен. Но я говорил о том, что если кто-то рассматривает, допустим, сделки, то можно пробовать в лонг от 150. Уровень у нас 150. Мы вроде как на нем закрепились. И мы вчера видели слив до 150. Точное отбитие от 150 и пошли вверх. Кто здесь тоже откупил, непонятно. Или чего. Пока что непонятно. Но такого роста без отката тоже быть не может. Какой-то откат должен быть в любом случае. Поэтому по Сбербанку тоже я в режиме наблюдения, так скажем. Далее. По акциям. Вот меня Яндекс опять спрашивает. Ну, я уже вроде по Яндексу сколько раз говорил. И в чем там, так скажем, основная проблема. Сейчас минуту найдем Яндекс. Я говорил, что пока существует риск дефолта по облигациям. Я бы в эту бумагу не лез. Сейчас мы видим слабый отскок и опять поход вниз. Отскок от падения. Да потому что, ну, смысл лезть в бумагу, по которой есть риск дефолта. Надеяться на то, что эта проблема устранится и будет взрывной рост. Ну, может быть, стоит влазить уже после того, как будут какие-то положительные новости. В этом отношении. Но лезть в ту компанию, в которой возможен дефолт и потерять деньги. Решайте сами. Мне такое неинтересно. Смотрите, я уже говорил, сравнивал, допустим, примерно, да, графики и историю по Киви. То есть, Яндекс. Смотрите, что может ждать Яндекс, глядя на Киви. Здесь тоже начались проблемы. Прошел слив. И мы видим, чем это заканчивается. Походом вниз. Долгим походом вниз. Возможно, вот так же, как здесь, будет отскок в Яндексе, для того, чтобы те игроки крупные, которые не успели выскочить, отыграться. И здесь, допустим, внизу они усреднились, здесь они выскочили. И потом бумага снова пошла вниз. Возможно, такая же история будет и на Яндексе. Рано или поздно она отскочит неплохо вверх. Для того, чтобы раздать. И потом медленно может спускаться вниз. Пока история не решена с облигациями, вот здесь ловить просто нечего. Кто хочет рисковать, потерять деньги, пожалуйста. Я пас. Далее, по ФОСАГРО. Меня еще спрашивали, ФОСАГРО. Мы ФОСАГРО, кстати, в предыдущих видео всех практически обсуждали. Значит, тот, кто задал мне этот вопрос, не следит за моими видео. А по ФОСАГРО я говорю, что я жду поход в 7000-6500. Отсюда возможен отскок. То есть, чисто, так скажем, спекулятивно можно попробовать. Но я в такие истории тоже не лезу. Для меня это неинтересно. Мы видим, что от 7000 у нас прошел небольшой отскок. Но, судя по свече, скорее всего, пойдет ниже. Примерно к 6500. Может быть отскок на 1-2 падение, либо на перехай. Но вероятность того, что отскока не будет, тоже есть. Хотя, судя по движению, по такому движению, коррекция на 50% вполне вероятна по следующим отскокам. Я так вижу. Вы можете со мной не согласиться. Каждый принимает решение сам. Так, что еще у нас? Что еще у нас по валюте? Ну, ничего нового я не скажу. Я говорил о цели 80. Со 120 мы эту цель исполнили. Далее я говорил о том, что будет такая вот болтанка. Потому что ниже пока что нас экспортеры, думаю, не позволят опуститься. Потому что товар все-таки продается за валюту. Основной товар. Так, а пока еще не перевели их в расчеты за рубли. Хотя, Володин уже говорил о том, что необходимо провести оплату за рубли экспортеру. И пшеницу, и нефть. Это на, так скажем, на уровне том же, что и газ, да? Поэтому впереди возможно и дальнейшее укрепление в случае такого. Ну, а пока что основной товар у нас продается за доллары. Я думаю, ниже. Все-таки пока малая вероятность, возможно, до 90 будет отскок. Но спекулятивно, спекулировать тоже на валюте нет смысла с такой комиссией, так скажем, Центробанка. 12%. Поэтому, что будем смотреть по Сбербанку. По Сбербанку. Пока наблюдать. Я инвестиционную позицию свою скинул на 208. Если закроет гэп, этот гэп все равно когда-то закроет. Но нужно понимать и тот факт, что у нас и внизу также остаются гэпы, которые рано или поздно закрывать придется. И откат при таком росте, но вполне вероятен. Так, что у нас? Ну, мы вчера в целом финансовый сектор видели такой позитив в финансовом секторе. Это и на ВТБ сказалось, и на ТГС Групп Тинькове. Но, опять же, смотрите. Кто мне спрашивает про всякие там неликвидные бумаги? Вопрос. Для чего вы туда лезете, в такие бумаги? Почему вы не входите в бумаги с хорошей ликвидностью? Те же самые голубые фишки. Для чего? Лезть в второсортные, третьесортные бумаги. По которым ликвидности ноль. И в случае, если вы там зависнете, а зависнуть там в легкую можно. Потому что делают на втором, третьем эшелоне бумагах задерги вверх и раздача. И вот в этих задергах, так скажем, вверх залазят физики. А потом бумага долго может спускаться вниз. И вы можете засесть там надолго. Если засесть, так скажем, в том же Сбербанке, либо Газпроме, то большая вероятность есть дальнейшего роста и прихода к той цене. То, если вы засядете в таких малоликвидных бумагах, второе, третье эшелона, большая доля вероятности в том, что вы засядете в них надолго. И хватит ли вам терпения ждать. Ребят, вот такое вот видение. Подытожив, смотрите, по Газпрому. Не вижу смысла лезть на текущих уровнях. Но это мое чистое мнение. Вы решайте сами. По Сбербанку, но, наверное, запрыгивать в уходящий поезд тоже поздно. Нужно было набирать позицию до 130. 100-130. Сейчас чисто спекулятивно, но от уровня 150 в лонг, в принципе, можно брать, но со стопом под 150. Потому что рост вчерашний какой-то странный, довольно странный. Нужно смотреть на сегодняшнюю свечу по РТС. Будет ли перебитие пятничной свечи, либо пойдет слив. Вот такое вот видение, ребят, на сегодняшний день. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте колокольчик, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал, там я выкладываю все оперативные новости, которые влияют на фондовый рынок. У нас уже более 800 человек на этом канале. Будем рады видеть новых подписчиков. Также подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на Альтернативные сети, в случае блокировки Ютуба, чтобы мы были с вами на связи. Ну а с вами был Дмитрий Шеф. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok